Погода внесла свои коррективы в сезон дорожных работ. Основной объем выполнен, но кое-где еще остались недоделки. Итоги асфальтового сезона подвел исполняющий обязанности начальника профильного департамента Андрей Шушкин. Государственной программой развития транспортной системы Ивановской области на 2015 год было предусмотрено финансирование в размере 2,4 млрд рублей. На эти цели были направлены на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, составило 107,4 млн рублей. На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 662 млн рублей. В том числе, я хочу подчеркнуть, впервые были направлены федеральные средства в размере 128 млн рублей из федерального бюджета. Что касается строительства, первые в списке достижений Ивановских дорожников – Авдотинский мост. Объект построили за 13 месяцев и открыли с опережением графика. Этот мост современный сегодня рассчитан под современную нагрузку А-14. Всего таких мостовых сооружений и мостовых переходов в Ивановской области только три. Вот этот третий мостовой переход, который мы построили, ввели в эксплуатацию. Безусловно, понимаем, те задачи, которые стоят перед департаментом, продолжат данную работу. И при проектировании новых мостовых переходов и реконструкции старых, мы, конечно, будем закладывать, безусловно, под новые ГОСТы. Всего на 2015 год в планах у департамента было 32 крупных объекта. На сегодняшний день выполнено более 90%. Продолжается строительство дороги Жажлива-Ильинская. Стоимость контракта – 40 млн рублей. Согласно графику, работы должны быть завершены в октябре. Мы понимаем, что этот участок местности, который отрезан Волгой от населенного пункта Ивановской области, необходима дорога, которая соединит пять населенных пунктов. И нет сомнения, что работа будет выполнена, и средства, которые были предусмотрены государственной программой, будут освоены качественно, за качеством контролируют и департамент дорожного хозяйства, и другие контролирующие органы. Не досмотрели контролеры за ремонтом участка федеральной трассы Р-600 фурмановского направления близ деревни Лесное. Новый асфальт вместо того, чтобы обрадовать автовладельцев, стал настоящей головной болью. Регулярно поступают сообщения о вмятинах и разбитых щебнем стеклах. Но исправить ситуацию в этом году уже не получится. Нужно ждать весны. Там есть несколько составляющих, которые, к сожалению, привели к той ситуации, которую мы сейчас видим. Первый – это был некачественный материал, биту, применен при работах. И также, вероятно, было нарушение технологии укладки. Поэтому комиссия сделана на определенные выводы. И при гарантийных обязательствах, которые были на 2016 год, даны подрядной организацией, эти работы за счет подрядной организации будут выполнены, восстановлены. Но на сегодняшний день реально переделать эту дорогу при минусовых температурах качественно уже нельзя. Единственное, что могут сделать региональные власти – направлять технику, чтобы прометать отщебний участок трассы. Предупреждающие знаки и указатели ограничения скорости на новой аварийной дороге уже установлены. С 2016 года бороться с ямами в Ивановской области будут не только при помощи асфальта. В регионе планируют вплотную заняться большегрузным транспортом. У меня совсем недавно было совещание с одним из потенциальных инвесторов, которые выражают заинтересованность прийти в Ивановскую область и уже в 2016 году начать устройство весового контроля, автоматизированного весового контроля на региональных дорогах. Безусловно, это будет источник пополнения статей регионального дорожного фонда, и, безусловно, это повлияет на сохранность наших дорог. Сейчас каждый четвертый большегруз нарушает, а это износ дорожного полотна, а следовательно новые расходы для регионального бюджета. С пунктами весового контроля можно будет не только экономить, но даже зарабатывать. Ведь средства от выдачи разрешений на провоз крупногабаритных грузов и штрафы нарушителей пойдут в региональную казну. Наталья Бутарина, Генис Денисов, РТВ Иваново.